Всем привет! Сегодня поговорим о наших внутренних убеждениях, как они влияют на нашу жизнь, как они появились, что вообще с этим делать, как это исправить, нужно ли вообще это исправлять. В общем, разберемся в этом достаточно подробненько. И я вообще начала копаться в этой истории только из-за того, что, в принципе, до этого я считала себя очень таким сознательным, взрослым человеком, который полностью контролирует свою жизнь, он не подвержен никаким влияниям. Я же вот принимаю решение, потому что я подумала хорошо об этом. Это такое осознанное решение, которое я принимаю, все прекрасно. Я думала, что я взрослый человек, который ответственный за свою жизнь. Но недавно, как недавно, уже несколько месяцев назад, я уже даже вам рассказала об этой книге Джеймс Синсера Несе, там она говорит, что все-таки мы очень сильно подвержены внутренним убеждениям и что они практически полностью управляют нашей жизнью. Я начала в этом разбираться и поняла, что да, в моей жизни настолько много этих убеждений, и они настолько мешают мне жить, и настолько легче без них. Ну или хотя бы, когда вы их обнаруживаете, немножечко становится легче, потому что зачастую все вот эти вот внутренние убеждения, они были впитаны нами в детстве. И, к сожалению, очень часто это не самые позитивные убеждения. Давайте разберемся по порядку. Когда мы растем, когда вот мы рождаемся и где-то там до подросткового возраста, что происходит с нашим мозгом? Он не такой развитый, как у взрослого человека. То есть почему-то считается, что маленький ребенок – это маленькие взрослые, он может точно так же функционировать. Немножечко не так. У детей, особенно у подростков, наша префонтальная кора, которая развивается к 25 годам, она еще не сильно развита. То есть осознанное такое целенаправленное действие, планирование, аналитическое мышление, оно все у детей немножечко еще в таком вот бурно развивающемся, бурно развивающейся фазе. То есть у них хорошо развит рептильный мозг, ну он так называется, то есть это более такая древняя часть мозга, где всякие наши привычные действия автоматические, всякие рефлексы находятся. То есть то, что помогает ребенку жить, выживать первое время, потом у него начинают развиваться все остальные части мозга до развиваться, то есть они заложены, они просто развиваются, там начинается бурный рост нейронов, новые синаптические связи, они образовываются в гораздо большем количестве, чем они вообще нужны. В общем, такой бурный-бурный рост. Но вот такая вот осознанность, такая полноценная осознанность наступает гораздо-гораздо позже. То есть у подростков она уже действительно есть, но все равно такое волевые решения, какая-то вот на 100% осознанность, как у взрослого человека, у них еще нет, потому что просто их мозг еще, ну по сути, не до роста этого. То есть нету такой крепкой префонтальной коры, лобных долей, чтобы полностью контролировать себя. Я к чему это все веду? Я веду это к тому, что когда у нас нету вот этой осознанной части, вот этого лобных доли этих наших, в основном все происходит в нашем таком, ну в этой части нашего мозга. Там вот как раз находится ретимный мозг. В общем, вся информация в основном без фильтрации, без осознанного контроля, без такого мыслительного процесса сразу туда поступает. Когда мы ребенка учат ходить, есть, ездить на велосипеде, складывать кубики, все это вы неоднократно повторяете с ребенком, потом он сам тоже повторяет, и он это мучится, это все откладывается в таких древних частях мозга, то есть это автоматические движения, это наши привычки, которые образовываются. То есть мы там не задумываемся, когда мы чистим зубы, когда мы идем, когда мы потом уже водим машину, потому что это все привычки, это все автоматические действия, они очень хорошо откладываются, это помогает нам жить, прекрасно функционировать, это не перегружает наш мозг, потому что это снимает часть нагрузки с мозга, потому что если бы мы каждый раз думали, а как же почистить зубы, а как же пойти, с какой ноги пойти, как дышать и так далее, мы бы сошли с ума. И большая часть вот этих всех действий автоматических, это все закладывается у нас в детстве, как образовываются привычки, которые являются такой схемой действий при определенных обстоятельствах, то есть когда вы попадаете, не знаю, на эскалатор, вы спускаетесь на ступенечку и спокойно стоите, это привычные действия. То же самое происходит с появлением убеждения в нашей голове, то есть когда ребенок маленький, у него нет сознательного контроля, ему неоднократно говорят, что он бестолочен, вот к сожалению такое бывает. Ему это говорят, говорят, и у него нету фильтрации наших лобных долей, потому что взрослый бы человек сказал, да нет, пошли вы вообще, я не бестолочен, все прекрасно. И у него бы это, ну, может быть он погрустил по этому поводу бы взрослый человек, но не отложилось. Но у ребенка нету этого, он не может этого отрицать, потому что он не знает, правда это или неправда, он все принимает на веру, и это откладывается в его мозге. Многим детям говорят, что они не сильные математики, у них нет того, они какие-то криворукие, опять испачкал и так далее. То есть все вот это откладывается полноценно в нашем мозге, вообще никак не фильтруется. И это является такими вот схемами, такие же как и физические привычки, это такие же схемы наших мыслей. То есть когда мы впоследствии вырастаем, у нас есть вот эти все микросхемы, которые функционируют в нашем мозге, которые призваны к тому, чтобы облегчать нашу жизнь. И да, физические какие-то моторные привычки прекрасны, все замечательно, но когда вы вырастаете и вы хотите что-то сделать, но у вас есть определенная схема действий, она запускается, и вы как бы что-то делаете по привычке, то есть что-то говорите, отталкиваете людей, не хотите там с ними общаться, потому что вам там действия говорили, что нельзя общаться с такими личностями и так далее. Мы понакатанно идем, даже не осознавая этого, то есть мы отрицаем какие-то предложения, мы не идем куда-то, мы с кем-то не общаемся, мы чего-то не делаем, потому что у нас сидят такие убеждения, и нам кажется, что это наше личное решение, что я не пошел на эту встречу, это не потому, что мне сказали, что я не очень умный человек в детстве, а потому что я сам так решил, что я недостоин места в этой компании. И вот все мы живем с этим набором привычек, привычных действий, убеждений наших мыслительных таких схем. и кажется, что ну просто их отбросить надо, ну я же все вижу, вот же все передо мной. Но все дело в том, что наше внимание очень выборочное. То есть когда вы смотрите, вот даже прямо когда вы на меня смотрите, вы не видите все вокруг. То есть да, вы как бы периферийным зрением видите, но оно все разбыто. То есть мы все равно видим очень такое ограниченное пространство. И когда у нас есть какие-то убеждения, какие-то предубеждения по поводу чего-то, то это является такими, знаете, слепыми пятнами нашего внимания. То есть когда мы проходимся по нашему окружающему миру, если у нас есть эти убеждения, что вот это нельзя, вот это нельзя, и вот это вот тоже не стоит, и вот так, вот так, вот так, вы чувствуете, ну как бы вы видите, как будто мир в заплатках. То есть вы не видите вот этого человека, вы не видите вот эту возможность, вы не видите вот этого выхода, этого решения и так далее. потому что у вас стоят вот эти заплатки вашего убеждения, которые не дают вам вообще увидеть полную, полноценную картину вообще, которая вот она перед вашими глазами, потому что на самом деле то, как мы увидим мир, это наше личное восприятие, ничего больше, потому что, ну, банально, очень легко проверить, когда вы идете в гости со своим другом, супругом, еще с кем-то, ну, вот кому-то незнакомому, вы приходите в гости, вы общаетесь, пьете чай, уходите, спросите у друга, а как вам квартира, что вы заметили и так далее, у вас будут абсолютно разные рассказы об одной и той же квартире, потому что я, например, ну, не фанатично, но просто я всегда замечаю расположение дома, то есть я всегда отмечаю, есть ли магазины, есть ли парки, ну, для меня это важно, мне важно хорошее расположение квартиры, в которой живет человек, в которой живу я. Другой человек скажет, ой, у них было очень грязно, я бы этого не заметила, потому что у меня нет пунктика по этому поводу, у меня нет каких-то предубеждений или еще что-то, то есть мы все воспринимаем по-своему, то есть у нас есть свои фильтры, через которые мы воспринимаем, через которые мы все видим, вроде бы мы видим одну и ту же картинку, на самом деле замечаем мы все абсолютно разные вещи, и вот эти внутренние убеждения, они, ну вот, как я уже сказала, они заслоняют нам это все, они создают нам такую вот коробочку, аккуратненькую, но очень маленькую коробочку, в которой мы живем и пытаемся из нее вырваться, да, мне кажется, даже та самая пресловутая зона комфорта, которую вот мы себя обложили вот этими вот стикерами, вот этими табличечками, вот этими ниточками завязали, что этого мы не можем и этого мы не можем, потому что нам когда-то что-то об этом сказали, и оно засело в нашей голове непроизвольно, мы были маленькими детьми, но оно засело в нашей голове, и мы вот в этом пытаемся жить, что-то делать, пыхтим, стараемся, но ничего не получается, потому что очень часто мы не видим именно того, чего мы на самом деле хотим, мы не можем расправить вещи и как-то от этого всего избавиться, но избавиться на самом деле от этого можно, если вы определите, что это за зверь, вы всегда сможете его убить, или хотя бы от него избавиться, то есть когда вот я прочитала эту книгу, я прочитала все эти убеждения, она там приводит в пример, я думаю, кошмар, это все про меня, это все про меня, про убеждения, про таланты, про то, как я общаюсь с людьми, про деньги. У нас, кстати, я сначала думала, что это в нашей области, так сказать, очень распространенные такие очень плохие убеждения о деньгах. То есть, что деньги – это плохо, все, кто богатый, они наворовали, они вот обязательно, честным путем добыли эти деньги. В общем, какие-то очень сложные у нас отношения с деньгами. И вот эти убеждения такие очень негативные. Но на самом деле автор этой книги Несы, она говорит, что в Америке то же самое. Все люди одинаковые. У них тоже очень тяжелые, сложные, плохие отношения с деньгами, с которыми надо работать, потому что это неправильно. Нам всем очень нужны деньги, потому что это энергия, это то, что нам дает жизнь, за счет чего мы можем помогать людям, помогать своим близким, это помогает нам жить и так далее. Но это вообще отдельные видео. Но как только я прочитала это, я поняла, что в моей жизни очень много этих внутренних убеждений, которые меня заложили, с которыми я живу, и которые не позволяют мне дальше двигаться. То есть, сколько бы я ни пыхтела, ни старалась, вот эти убеждения, они как бы постоянно меня как будто сдерживают, как будто сковывают. То есть, я вот очень точно поняла, что, ну вот такое прозрение для меня было, что я личный человек, который вырос с лозунгом, ты не творец, ты хороший работник, ты хороший исполнитель. И я всю свою жизнь, уже практически 30 лет, живу с этим знаменем, и как бы стараюсь этому соответствовать. То есть, когда я училась, я старалась, ну я все делала хорошо. То есть, я по этому убеждению, я всегда старалась делать больше, лучше, но не высовываться, и подстраховывать как бы звезд и деятелей, те, кто фонтанируют идеями, я их старалась подстраховывать и как бы обслуживать их жизнь, чтобы им было комфортно, потому что я же исполнитель, я должна исполнять все их желания и так далее. И я как бы старалась это. Когда я училась, я тоже так делала. То есть, я делала больше всех, я работала дольше и больше. Но как-то вот старалась как бы не выделяться, не говорить о том, что у меня есть какие-то свои идеи, потому что я все время выполняла то, что мне давали, хорошо выполняла, все прекрасно. Потом, когда я работала, я тоже брала на себя гигантскую ответственность, на самом деле, которую меня не просил никто брать. Но я брала на себя, потому что со мной работали такие гениальные люди. Им же нельзя вообще лишний раз нервничать. Я же должна все растопыриться, ну, все поймать, все сделать, все просто, ну, вот, все взять на себя. Потому что я на работе столько раз получала такой гигантский втык от руководства за кого-то, потому что я считала, что мы команда, я должна брать на себя ответственность. Они не виноваты. Это вот я неправильно спланировала, я не предугадала, я не смогла подумать о том, что вот произойдет такая ошибка, которая приведет к нехорошим последствиям, и что, в общем, все это закончится очень плохо, поэтому я должна взять ответственность за это на себя. И это было не один и не два раза. Я каждый раз сносила, как бы, эти моральные побои по поводу того, что все плохо, зачем вы так сделали, почему вы не досмотрели и так далее. В общем, мне было тяжело, мне было больно, потому что это било по мне как по исполнителю. То есть исполнитель должен быть идеальным. Он должен все предугадать, он должен все сделать так, чтобы все просто идеально работали. Хочу сказать, что если вы что-то такое глобальное понимаете от себя, когда вы находите такое очень серьезное внутреннее убеждение, это тяжело, это долго. Я пребываю в таком понимании, осознании вообще себя уже не первый месяц. То есть я где-то уже второй месяц пытаюсь понять вообще, как с этим теперь жить, как с этим бороться. Потому что теперь я каждое свое решение проверяю, а не пытаюсь ли я, опираясь на это убеждение, поступить, сделать, сказать. И понимаю, что отголоски вот этого внутреннего убеждения есть во всем, ну просто во всем. У каждого из нас этот букет. И как только вы осознаете это, как только вы поймете, нужно все-таки потихоньку вытаскивать всех этих демонов наружу, потому что мы не видим всех этих прекрасных возможностей, которые нас окружают. Мы не видим тех людей, которые могут нас вдохновлять, потому что мы считаем себя недостойными. Это вообще не недостойная работа и так далее. То есть мы настолько привыкли думать о себе плохо, что мы чего-то не можем, у нас не получится, мы недостойны, что очень сложно перейти на другие рельсы, потому что вот эти вот внутренние убеждения, они из-за того, что они в той части мозга, которые отвечают за дыхание, за сердцебиение, за жевание, за ходьбу, это настолько базовые вещи, что это нам кажется то, на чем стоит наш мир. Это те черепахи и киты, на которых мы стоим. Но они все навязаны, они все извне, и надо постараться от них, ну не то что избавиться, хотя бы обнаружить их. Если вы их хотя бы обнаружите и будете фильтровать дальше уже свое поведение с мыслью о том, что у вас есть вот такое вот убеждение, что вы там плохой математик, и поэтому вы не можете дважды два сложить. И в следующий раз, когда попытаетесь что-то решить, вспомните об этом и убедите себя в том, что все прекрасно, вы можете посчитать, и на самом деле все прекрасно. Разговор получился длинным, разговор получился эмоциональным, я надеюсь, вы что-то из него почерпнули. То, как мы сами себя убеждаем в чем-то и начинаем в это верить, я хочу поговорить отдельно, потому что это отдельный целый большой разговор, потому что мы очень часто сами себя, сами создаем вот это видение какое-то определенное, начинаем в него верить, начинаем убеждать себя, что такой и есть мир, там жестокий, несправедливый к вам, и это тоже, ну чем чаще вы себе повторяете, тем быстрее оно попадает в наш ретильный мозг, в автоматическое мышление, и вы клеите очередной стикер и делаете следующее такое слепое пятно в вашем внимании. Об этом мы поговорим чуть позже в отдельном видео, потому что и так слишком длинное видео. Все, мои хорошие, благодарю вас за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк, я вас обожаю, до следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok